Урок сбалансированности. Признаки актуальности урока для вас. Вы от природы великодушный, добрый человек. Вам часто говорят, а может вы и сами так считаете, что вам недостает силы воли, силы характера. Вы склонны к депрессии. У вас часто бывает плохое настроение, с которым вы не можете справиться самостоятельно. Вам часто бывает скучно, особенно в одиночестве. Вам нужны различные внешние стимулы, чтобы испытать радость и удовлетворенность жизнью. Требуются какие-то яркие или особенные события, чтобы вы почувствовали себя по-настоящему живым. В противном случае жизнь превращается в прозябание. У вас бывают периоды, когда все неинтересно, вы не знаете, чем заняться. Вы часто испытываете неудовлетворенность жизнью, ощущаете пустоту. С трудом принимаете обыденность, не терпите рутину. Вам хотелось бы, чтобы жизнь была сплошным праздником. Часто живете будущим, а не настоящим. Если вы чем-то сильно увлечены, то можете дойти до фанатизма. Вы влюбчивы по натуре. Вы очень сильно привязываетесь к тому, кого любите, буквально не можете жить без него. Вам хочется, чтобы другие тоже не могли обходиться без вас. Вы стремитесь стать необходимым для тех, кто вас любит. Всеми силами стараетесь заслужить их любовь. А главное привязать их к себе любым способом. У вас есть вредные привычки, от которых вы не можете избавиться. Курение, употребление алкоголя, игромания, переедание, шопоголизм и так далее. Отсюда проблемы, плохое самочувствие, лишний вес, беспокойство, тревожность и так далее. Для вас очень важно, чтобы на вас обращали внимание. Вам хочется быть значимым в глазах других людей. Вам хотелось бы всегда и во всем преуспевать. Вы тяжело переживаете неудачи. В работе для вас важно, чтобы она была престижна. В противном случае ваша самооценка падает и возникает комплекс неполноценности. Вы сравниваете себя с другими людьми и стремитесь, чтобы сравнение было в вашу пользу. Вам нравится чувство превосходства. Очень переживаете, если видите, что кто-то в чем-то вас превосходит. Жизненные неудачи способны привести вас к унынию, апатии и нежеланию жить. Вы часто мечтаете о чем-то несбыточном, недостижимом. Вам хотелось бы стать другим, не таким, какой вы есть, и жить какой-то другой, более интересной, счастливой, насыщенной жизнью. Вам очень трудно почувствовать себя счастливым без причин просто от того, что вы живете. Чувство гармонии с миром и с самим собой посещает вас очень редко. Задачи, которые необходимо решить в рамках урока сбалансированности. Научиться жить в гармонии с самим собой. Стать интересным самому себе и таким образом преодолеть скуку. Освободиться от вредных привычек и зависимости. Или научиться контролировать их. Научиться жить настоящим. Найти дело, которое будет доставлять вам удовольствие даже независимо от результата. Научиться отпускать от себя людей, выходить из саморазрушительных отношений. Научиться строить отношения на равных на основе взаимоуважения. Найти радость в обыденности, в каждодневных мелочах. Вам постоянно чего-то не хватает. Урок сбалансированности выбирают люди, которые в прошлых воплощениях зависели от других, были беспомощными и не могли выжить без чьей-то помощи. Человек, выбравший урок сбалансированности, постоянно ощущает нехватку чего-то в своей жизни. А главное в себе самом. Он как будто не завершен. Ему не хватает чувства целостности самого себя. Прежде чем подойти напрямую к отработке этого урока, вы обычно испробуете все возможные для вас способы восстановления этой целостности. Но обычно вы пытаетесь восстановить ее за счет привлечения кого-то или чего-то извне. Если у вас плохое настроение, вы ищете чем бы развлечься. Вы пытаетесь найти спасение в общении. Если будет кто-то рядом, кажется, будет не так плохо. Если нет общения, вы можете решить съесть что-то вкусное или погулять по магазинам или даже применить какие-то вредные вещества. Вдыхать дым от скуки, что может быть нелепее. Разве от этого станет веселее? Разве жизнь наполнится смыслом? Но, однако же, очень многие из вас, людей, пытаются таким образом преодолеть чувство нехватки чего-то. Это и в самом деле может создавать иллюзию смысла, наполненности. Вы же чем-то заняты, а значит скучать некогда. Но очень скоро проявляется иллюзорность этого спасения. Вы ведь не становитесь счастливее. Вы только лишь создаете себе зависимость, чем осложняете жизнь еще больше. Все это начинается в детстве, когда появляются первые катализаторы вашего урока – родители, родственники, воспитатели. Они говорят вам, что вы должны чего-то достичь, прежде чем заслужите их признание. У вас сформируется чувство, что вам чего-то не хватает, чтобы стать человеком. В итоге вы все время стремитесь стать тем, кем не являетесь. Заслужить то, что заслужить невозможно, просто будучи собой. Не забывайте, вы сами договорились, что близкие будут так усложнять вам жизнь, чтобы подвести напрямую к отработке урока. Вам все время чего-то не хватает, и вы ищите средства устранения этой неудовлетворенности. Вот что снова и снова происходит с вами. Это и есть основная коллизия вашего урока. Вы посмотрите, что происходит в итоге. Вы оказываетесь в полной зависимости от тех людей и занятий, с помощью которых пытаетесь преодолеть неудовлетворенность. Это создает вам дополнительные страдания, но не решает проблему, потому что без этих людей и занятий чувство неудовлетворенности становятся еще сильнее и еще страшнее. Зависимость может приводить к страшным последствиям. Именно люди, не отработавшие урок сбалансированности, угрожают своим любимым, что уйдут из жизни или лишат жизни их, если те их оставят. И иногда осуществляют свои намерения. Или превращают совместную жизнь в бесконечные страдания из-за ревности. Люди с этим уроком также рискуют разрушить себя и свою жизнь из-за вредных пристрастий. Не забывайте, вы сами выбираете урок и связанные с ним страдания тоже. Для чего? Для того, чтобы дойдя до крайней степени страданий, все же начать искать выход, не во внешних стимулах, а в себе самом. Как можно ощущать нехватку чего-то, если внутри у вас целая божественная вселенная? Как можно чувствовать себя незавершенным, нецелостным, если внутри у вас Бог? Как можно испытывать скуку, если вы прекрасное, неповторимое, великолепное существо божественной природы? Если вы вспомните об этом, а вы обязательно вспомните, то чувство нехватки, скуки, незавершенности уйдет. Вы почувствуете, что источник полноты жизни не где-то снаружи, а у вас внутри. Вы научитесь чувствовать себя счастливым просто потому, что живете, потому что внутри у вас ангел, получающий опыт жизни в человеческом теле. А для ангела в этой ситуации все удивительно, все прекрасно и все вызывает восторг. Вы можете не искать развлечений и опоры в ком-то или в чем-то, а просто быть и наслаждаться счастьем бытия без особых причин. Отработка урока сбалансированности включает три фазы. Первая фаза – это обретение гармонии с собой. Вторая фаза – отработка навыка наслаждения настоящим моментом. Третья фаза – контроль зависимостей. Если урок сбалансированности для вас второстепенный, то вы сможете полностью избавиться от всех зависимостей, восстановив гармонию с собой и чувство целостности. Если этот урок главный, у вас останется склонность к зависимостям. Иногда вы будете замечать, что снова и снова ищете костыль, на который можно опереться. А значит, вам придется вновь и вновь восстанавливать внутреннюю гармонию и находить опору в самом себе. Это нужно, чтобы вы тренировались всю жизнь и достигли мастерства в данном уроке. В итоге вы научитесь контролировать свою склонность к зависимостям и жить в гармонии вопреки ей. Первая фаза – обретение гармонии с собой. Вы пришли в мир, имея в самом себе все, что необходимо для гармонии и счастья. Недостаток чего-либо, неудовлетворенность, иллюзия. Вы просто забыли о том, кто вы есть, ангел, частица Бога, вмещающая в себя всю вселенную. Ты пришел в мир, неся в самом себе все необходимое для полноты бытия и для счастья. Это не значит, что ты должен быть один и не хотеть совсем ничего из всех благ, предлагаемых миром. Но если ты заполнен изнутри и живешь в равновесии с собой, даже когда ты один и ничего не имеешь, ты получишь все необходимое, и при этом не впадешь в зависимость. Ты не упадешь, если эти внешние блага вдруг исчезнут, потому что твоя опора внутри. Если опора внутри, то не нужны костыли, и ты не будешь превращать любимых в такие костыли. А значит, ты сможешь быть свободным, ты сможешь любить, не впадая в зависимость. Ты сможешь быть на равных, не ставя себя в подчиненное положение. Когда ты зависим, ты не свободен, ты подчинен. Становясь зависимым, ты становишься слабее, а не сильнее. Ты ищешь чем компенсировать нехватку, но твоя неудовлетворенность становится лишь сильнее, ведь тебе не хватает самого себя, своей целостности и единства с Богом. Смени направление своего взгляда. Вместо того, чтобы искать счастье, полноту жизни и гармонию снаружи, найди ее внутри. Там внутри твой собственный космос, твоя связь с Богом, твой выход во вселенную. Если внутри у тебя целая вселенная, то неудовлетворенности больше нет и никогда быть не может. Загляни в себя. Там свет, там любовь, там красота, там гармония, там твоя неповторимая вибрация, с которой тебе никогда не будет скучно. Вторая фаза – отработка навыка жизни в настоящем моменте. Пока урок сбалансированности не отработан, вам всегда будет чего-то не хватать в настоящем моменте. А если настоящий момент кажется незаполненным, то вы будете стараться поскорее проскочить мимо него. Вы знаете, что для духа не существует прошлого и настоящего. Для духа есть лишь вечное сейчас. Это бесконечно наполненный момент настоящего. Настоящего, которое никогда не кончается. Трудно понять, но вы можете это почувствовать. Настоящий момент никогда не бывает пустым. Он всегда наполнен. Он наполнен бесконечной любовью Бога и восторгом бытия. Почему же он кажется вам пустым? Потому что вы проскакиваете мимо него. Вы не погружаетесь в него. Ведь вы все время ждете будущего момента, который, как вам кажется, будет более наполненным, более осмысленным, более счастливым. Что делать? Перестать ждать и начать жить в настоящем. Это не значит, что вы должны перестать мечтать и заботиться о будущем. Мечтайте, стройте планы, создавайте свое будущее, но делайте это, будучи погруженным в настоящий момент. Остановите время хотя бы на миг, погрузитесь в настоящее. И вы найдете полноту жизни, красоту бытия, способность наслаждаться и восторгаться миром. Это все есть у вас. Это дано вам. Просто остановитесь, просто погрузитесь и заметите то, что не замечали. То, мимо чего проходили. Вы можете дышать, наслаждайтесь дыханием. Вы можете слышать разные звуки. Это звуки жизни. И это значит, что вы живы, наслаждайтесь. Вы можете двигаться, смотреть, замечать капли росы на траве и игру облаков в небе. Это жизнь, это великая игра бытия. Не проходите мимо. Вам кажется, этого мало для счастья. Это больше, чем необходимо. Испытав это хоть раз, вы поймете. И вам никогда больше не будет одиноко и скучно. Третья фаза. Контроль зависимостей. Без кого или без чего ты не можешь обойтись? Без чего ты не выживешь? Есть ли что-то необходимое тебе для жизни, что ты не можешь дать самому себе? Вот что я скажу тебе. Ты пришел на землю со всем необходимым, потому что у тебя есть твой дух, мощная созидательная сила. Просто подключись к его силе и возможностям. И ты создашь то, чего тебе не достает. И ты притянешь в свою жизнь помощь других людей, если она тебе нужна. И тебе не придется отдавать свою силу или забирать их силу. Когда ты создаешь свою жизнь созидательными силами духа, то все происходит гармонично для всех участников событий. Тебе не нужно приносить себя в жертву и требовать жертв от других. Тебе не нужно пытаться заслужить любовь и поддержку. Гармоничный взаимообмен, сотрудничество, в котором выигрывают все. Вот что начнет происходить. Поверь, что ты достоин любви, помощи, поддержки, заботы и внимания. И это всегда будет приходить, когда тебе нужно. И нет необходимости вцепляться в кого-то, в ком ты нашел источник этого. Источник не он. Помощь идет через него из высшего источника, который всегда с тобой и никогда не иссякнет. В чем ты ищешь отдушину, способ избавиться от скуки? Созидательно ли это занятие? Получаешь ли ты в нем силу, отдых, вдохновение? Или только изнуряешь себя? Твоему духу известны такие занятия, которые увлекут тебя и заполнят твою жизнь, и при этом будут полезны и созидательны для тебя и других. Что тебя радует, не разрушая и не подавляя? Спроси у своего духа. Ты достоин того, чтобы быть настоящим творцом себя и своей жизни. Востребуй это право.